добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока сегодня у нас на календаре просто вот смотрю что у нас на календаре 20 день месяца тишрей сегодня у нас по существу шестой день праздника завтра у нас седьмой день праздника суккот то что называется ашана-раба ашана-раба будут делать то что называется акафот ходить вокруг возвышения бимы вместе с улавом и трогаем всеми этими четырьмя видами растений и дальше у нас завтра вечером начинается новый праздник который называется шменя церет ну и поэтому сам календарь он подсказывает нам о том о чем говорить ну вот появляются первые люди добрый день а если будут какие-то осложнения связанные с со связью вы пожалуйста мне как-то сообщайте я стараюсь говорить громко вот микрофон поэтому надеюсь что все будет хорошо всем привет и еще если по ходу дела у вас возникают какие-то вопросы то конечно же вы их пишите здесь потому что мне интересно на самом деле чтобы были вопросы чтобы была какая-то обратная связь и так мы знаем что по существу праздник суккот который длится семь дней это последний праздник связанный с праздниками паломничества то что называется три праздника паломничества на иврите атошалоша галим он как раз вот заканчивается завтра завтра седьмой день праздника суккот семь дней сидите в шалашах и дальше наступает следующий праздник и следующий праздник называется меня церк я вот тут как раз сделал себе закладочку чтобы быть неголословным я вам приведу этот текст в нескольких местах вторе говорится о том какие праздники мы празднуем ну в частности здесь я вам читаю из книги воикра глава 23 ну и пасук 35 36 да ну 36 пасук стих из 23 главы книги воикра говорит о том что он семь дней 7 дней приносите жертвы всевышнего точка дальше написано боем ашмени на восьмой день микра кодыш священное собрание всевышнему всевышнему вам лохэм вей крафты мишель ашем и принесите жертвы всевышнему дальше написано ацерет ги ацерет это остановка она коль млех это вода ло та асу всякую работу не делайте вот здесь четко и ясно написано что после того как у нас пройдут 7 дней праздника где мы приносим определенные жертвы наступает другой праздник который называется ацерет ацерет его еще называют шмини ацерет потому что он восьмой шмини это восемь ацерет это остановка так вот есть люди которые путают и думают что восьмой день суккот это ну все-таки связано суккот то есть это продолжение праздника суккот так вот это не продолжение праздника суккот и на восьмой день нет никакой необходимости сидеть в суке сказано только семь дней сидите в суке восьмой день восьмой день это Это отдельный праздник, который называется Ацерет, остановка, или, повторяю, Шмине Ацерет, восьмой восстановку. И он связан с Суккотом только тем, что он наступает сразу после Суккот. Но это не последний день праздника Суккот. Вот это вот заблуждение почему-то многие путают и не различают. Вот последний день Суккот считается, что восьмой день. Последний день Суккот – седьмой день. Восьмой день – это совершенно другой праздник. Так вот, у меня, естественно, возникает вопрос. Если Шмине Ацерет – это абсолютно отдельный праздник. Почему он тоже не относится к праздникам паломничества? Мы знаем праздники, один день длящиеся. Видите, вот, допустим, тот же праздник Шавуот, когда дарование Тары. Он ведь тоже длится один день. Так что ничего страшного, что этот праздник Ацерет длится один день. Не в днях дело. Да, Пейсах и Суккот длятся по семь дней. А вот Шавуот и Шмине Ацерет длятся по одному дню. Но, вместе с тем, Шавуот входит в число праздника паломничества. Три праздника паломничества. Почему Мине Ацерет не входит в число этих праздников? Чем он так сильно отличается, что его не поместили? Тогда у нас было бы четыре праздника паломничества. Не три, а четыре. Замечательно. Нет. Он не входит. Он не входит в эти праздники паломничества. И более того, есть еще одна очень интересная вещь. Очень. Есть у нас такое событие, которое называется Симхат Тора. И вы знаете, что многие евреи, даже в те самые времена застойные, не знавшие вообще ничего ни о иудаизме, ни о прочем, я был один из таких, знали, что есть такой праздник Симхат Тора. Знали. Вот я всю жизнь знал, что такой праздник есть. Более того, когда я был студентом, мы старались в этот день попасть, вернее, вечер, попасть в синагогу в Ленинградскую. Там было весело. Там собиралось огромное количество людей. Там народ выпивал и закусывал. Там вот какие-то танцы происходили. Там было радостно и хорошо. Такая тусовка большая. И про этот праздник, как ни странно, знало большинство евреев. Могли не знать там, не знаю, Пейсах, Шавуот, Рошашана. Могли не знать эти праздники. Но то, что есть Симхат Тора, и я так думаю, что у большинства людей склалось такое мнение, что это самый главный праздник у евреев. Тут они веселятся на всю катушку. Тут они, несмотря на все запреты и страхи, тебя могут застукать рядом с синагогой. И тогда могут быть неприятности. Несмотря ни на что на это, люди приходили, веселились. Может быть, даже не заходили во внутрь синагоги. Ну, вот вокруг синагоги, по крайней мере, в Питере так это было. И всегда это было. Так вот, про этот праздник все знают. Симхат Тора. Оказывается. Такого праздника вообще нет. Такого праздника не существует. Когда я стал заниматься нашей религией более подробно, читать книги и прочее, я вдруг с ужасом узнал, что нет такого праздника. Симхат Тора – это вообще не праздник. Это, ну, вот так скажем, заканчивается и начинается цикл чтения Торы в этот день. И это связано с тем, что вот мы отмечаем, как бы вот, ага, мы вот в этот день закончили читать Тору и тут же начали ее читать снова, чтобы не прерывать этот цикл. И по этому поводу устраиваем веселье. Вот этот праздник называется Симхат Тора – радость Торы. И опять-таки повторяю, это не праздник. Это просто вот некое такое событие, которое мы весело и задорно отмечаем. Так вот, почему-то наши мудрецы решили, что хорошо бы заканчивать и начинать чтение Торы именно в день, на который выпадает Шмине Ацерт. Именно на восьмой день Суккот хорошо бы назначить вот это событие. Мы в этот день заканчиваем чтение Торы и тут же начинаем снова. Именно на Шмине Ацерт. И это удивительно. Знаете почему? Потому что в иудаизме не очень любят накладывать одно событие на другое. Потому что непонятно, что отмечать. Даже если у тебя, допустим, твой день рождения выпадает на какой-то праздник, на шаббат и прочее. Ну да, конечно, тебя поздравляют. Но нельзя так, чтобы, допустим, у человека день рождения в шаббат вот бурно справляют день рождения, а про шаббат как-то так забывают. Нет, так не делается. Конечно же, там поднимают тост за здравие именинника, но это всего лишь один. А вообще-то у нас шаббат. Так это происходит. Или переносится на другой день, собираются гости на другой день, так, чтобы не наступало одно событие на другое. Потому что оно одно стирает другое. Поэтому даже если, допустим, я не знаю, сестры-близняшки выходят замуж, нехорошо делать две свадьбы сразу. Я понимаю, что это может быть экономично. Сразу же заодно две свадьбы. Но это нехорошо. Нехорошо одно событие сливать с другим. Надо, чтобы у каждого была своя свадьба. Свадьба – дело важное. И поэтому не рекомендуют сразу делать двум сестрам или двум братьям сразу делать общую свадьбу. А здесь почему-то это происходит. Здесь почему-то наши мудрецы решили, что замечательно, если мы будем заканчивать и начинать чтение именно в праздник, который называется Шмине Ацерет. А мы уже выяснили, что это отдельный, совершенно отдельный праздник. Вот такие у меня вопросы. Значит, у меня по существу два вопроса. Первый вопрос, почему Шмине Ацерет не стал праздником паломничества, хотя он достоин, у него все позиции праздника, священное собрание, не делай работу, приноси жертву, все как полагается, как у любого нормального праздника. Это первое. И второе, почему накладываются события, почему конец и начало чтения Тары прямо наши мудрецы решили, что это произойдет именно вот в этот день. Вот таких два у меня вопроса. Ну, давайте пытаемся ответить на эти вопросы. Первый вопрос, почему праздник Шмине Ацерет не стал праздником паломничества? Ну, я думаю, что ответ может быть таким. Наверное, он отличается от предыдущих праздников. Наверное, он не такой. Ведь все эти праздники паломничества, там есть какое-то событие, какое-то событие более-менее историческое, или там, не знаю, не очень историческое, как сказано, и когда я вас вывел из Египта, я вас поселил в палатках, и поэтому вы должны жить в палатках, но хотя бы сказано, что-то вот внятное такое произнесено, что есть некая причина, по которой мы сидим в палатках, есть некая причина, почему мы празднуем Пейсах, некая причина, почему празднуем праздник дарования Тары, есть какие-то причины, праздники, какая причина лежит в основе праздника Ацер, шмини Ацер, то, что это просто день за суккот, вот в этом причина, что да, но чтобы еще один денек попрасновать, но тогда по этому принципу масса праздников, давайте еще пару деньков после чего-то там, знаете, вот такой вот момент торможения, есть инерция, торможения, нет, по крайней мере в Таре не написано никакой явной причины по какой в этот день празднуется праздник, нет такой причины, тогда вопрос, а какое событие мы празднуем, непонятно, непонятно какое, так вот, я думаю, что поскольку непонятно какое событие, нет внятного события, которое мы празднуем, поэтому этот праздник для меня он сильно отличается от всех трех праздников паломничества, тогда все-таки я хочу себя спросить, но что-то же происходит в этот день, почему-то нам велено делать священные собрания, приносить жертвы, не выполнять работы, что-то же происходит в этот день, вопрос что, и вот я себе отвечаю на этот вопрос таким образом, название праздника Ацерет, Ацерет это остановка, а на самом-то деле нам все время говорят иди, лех, иди и учи, иди к себе или иди себе, у нас очень важно движение, у нас наш закон называется Аллаха, Аллаха от слова лалехет, который говорит иди, иди, то есть, для нас движение очень и очень важно, а тут нам говорят нет, остановка, стоп, стоп, не нужно никуда ехать, не нужно никуда идти, надо остановиться, почему, ну, наверное, потому, что движение закончилось, движение закончилось, нам велено было идти, мы шли, мы упражнялись в чем-то, мы утруждали себя, но, в конце концов, всякий процесс, абсолютно всякий, который имеет начало, он не может быть бесконечным, он должен когда-то прекратиться, он должен остановиться, и тогда мы почувствуем его целостность, то, что имеет начало, ну, логично, что это должно иметь конец, и если годичный цикл праздников начинается, а он начинается в момент исхода, в прессах, он должен в какой-то момент остановиться, закончится годичный цикл, и вот ацерет это остановка, это конец, это завершение всех праздников, праздник- завершение всех праздников, праздник как результат всех праздников, значит, жмини ацерет, событие, которое там происходит, это завершение всех праздников, и поскольку мы все время с вами говорили о том, что праздники, это не так, что один праздную, другой не праздную, праздники это цикл, и праздники нужно обязательно пройти все, это как, знаете, система лечения, вот антибиотику нужно принимать регулярно, там, все дни, которые тебе велено, иначе она не работает, и также любое нормальное лекарство, оно системное, если ты не принимаешь его системно, оно не работает, так и здесь, праздники это система, и мы входим в систему в момент Песоха, и выходим в момент последнего дня Суккот, то есть за эти все праздники, ну, включая Рошана, Йом-Кипур, происходит цепочка неких событий, которые в результате дает нечто, и вот это вот нечто в результате оно и подводится в день Ацерета, в день остановки. Значит Ацерет, остановка это результат всех праздников. Вот какое событие мы празднуем. Поэтому оно не может входить в сами праздники, не может быть праздником паломничества, потому что это результат всех праздников. Это финал, это итог. И поэтому это называется шмини. Восьмое. Ведь материальный мир, он характеризуется семью параметрами. Представь себе кубик, да? Кубик имеет шесть граней и центр. Седьмой. Семь параметров, которые могут охарактеризовать материальность. Все, что дальше семи, это уже не материальный мир. Значит, когда мы говорим восемь, мы намекаем на нематериальный мир. На мир духовный. Обрезание, союз с Богом, бритмила, происходит именно на восьмой день. Поэтому восьмой день, это мы выходим за грани материального. Мы подводим итог, и, как правило, итог нашего духовного состояния. И имеется в виду, что если все наши праздники мы прожили, прошли, как полагается, с толком, с чувством, с расстановкой, то тогда, видимо, результатом будет то, что мы называем на иврите слово «двикут». Двикут – это приклеивание. Тогда происходит та самая желанная встреча между Израилем и Творцом. Происходит «двикут» – приклеивание. Самое-самое близкое расстояние между народом, каждым евреем и Творцом. Вот что происходит в Миниоцерии. Поэтому этот праздник ничем не проявлен, не обставлен. Не нужно делать каких-то специальных блюд, нет никаких конкретных ритуалов, такие там, допустим, как маца или четыре вида растений, или шатры, я не знаю, кутурбление в шафар, там, ни есть, ни пить, воздерживаться от питания. Нет, ничего нет. Вообще ничего. Есть одна жертва дополнительная, как праздник, одна постоянно, как каждый день, одна жертва дополнительная, и всё. И только мы, и он. И это есть результат. Вот этот вот двикут, а вот это вот приклеивание, вот этот вот результат годичного процесса, он, видимо, очень важен. Он, видимо, очень важен. Теперь давайте рассуждать так. Чтобы этот двикут, ну, как-то явно чувствовался, нужно действительно пройти все праздники достойно. Не просто достойно, нужно правильно, и включая всего самого себя, пройти целый год жизни, и все эти этапные праздники провести как следует, наполнив их. Тогда ты получаешь, естественно, некую энергию. И когда ты получаешь эту энергию, она, видимо, складывается, то в конце происходит вот эта вот самая встреча, свидание. Уже за пределами, ну, ты-то не за пределами, но, как бы, твоя душа, она чуть выходит из тебя, как у горы Синая, чтобы встретиться со Всевышним. Не смерть, это не смерть. Ну, давайте представим. А вообще, в принципе, я понимаю, в идеале, в идеале, город Солнца, конечно, существует, а реально существует. Можно ли построить или воплотить утопию? В реальной жизни нет. Мы можем о ней говорить, да? Мы можем говорить о прекрасном человеке или о прекрасном обществе, которое будет. Но когда он начнет реально реализовывать себя, то мы увидим, что законы трения никто не отменял. И вечного двигателя в этом мире построить нельзя, потому что нет, никто не отметит вот этот самый коэффициент трения. Никто его не преодолеет. Да, более-менее, но не до конца нет. Так и здесь. По идее, мы никогда не сможем достичь того, что мы называем Двикут. И получается, что мы будем приходить к празднику Шмини Ацерет и с удивлением разводить руками и говорить, а что, мы ничего не получили, ничего нет. Потому что мы, скорее всего, не сможем соответствовать высоте тех процессов, которые приводят нас к такому результату. И как быть? И что делать? Как? Если из года в год это будет происходить, то и человек, и народ начнут приходить в отчаяние, подать в отчаяние, как коллективная депрессия, что ничего не получается. Мы стараемся, 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 и не получается. А тут же мы еще и в изгнании находимся, еще не на своей земле, еще думаем о том, как выжить главным образом. А тут еще никакого Двикута, никакого слияния. Плохо нам. И вдруг наши мудрецы нам говорят, ребят, не волнуйте, все будет хорошо. Поэтому они и мудрецы. Мы вот что сделаем. И что главное для еврея? Вот самое главное для еврея, это, конечно же, Тара. Тара, пятикнижие, свиток Тары. В основе его лежат, конечно, эти самые скрижалии, десять речений, которые Муше принес в горы Синая. Потом, значит, Муше в течение сорока лет записывает все тексты, которые ему там через пророчества. Он получает все эти тексты, он их записывает. И вот это вот свиток Тары к концу сорокалетних блужданий, он дает нам, и мы его держим. Поэтому свиток Тары – это непосредственное слово Всевышнего, записанное рукой человека. И нет у еврея ничего ближе этого. Все книжки, я имею в виду книжки Танаха, они, конечно, священные для нас, но они уже позже. Они будут записаны позже, через пророков. А вот то, что нам в Салмуше, понимаете, начиная с горы Синая и кончая вот перед тем, как вот умер перед Ярданом, это самое священное. Самое священное, что у нас есть, вот это вот свиток Тары. И поэтому наши мудрецы нами говорят, ну, замечательно. Вот вам свиток Тары. Это самое дорогое, что у вас есть. Это то самое свидетельство идут перед Всевышним, как вот скрижали заветы. Вот возьмите его в руки, и вот происходит тот самый двикут, то самое приклеивание, самое близкое состояние между евреем и Творцом, когда еврей прижимает к себе вот эту книжку Тары. Было две традиции. Две традиции про чтение Тары. Была традиция земли Израиля, Эрец Исраэль, и Тару прочитывали всю от начала и до конца за три с половиной года. И была традиция Вавилона, Бавеля, то есть Ишиф, Вавилонских Ишиф. Там читали Тару за год. За год. Сколько у нас есть два Талмуда, два записанных Талмуда, Талмуд Иерусалимский и Талмуд Вавилонский. Талмуд Иерусалимский был записан в земле Израиля, Талмуд Вавилонский был записан в Вавилонских Ишифах. Основа нашей Аллахи, основа нашего закона – это Вавилонский Талмуд. и только из вавилонского талмуда выводится у нас аллаха и я думаю что в этом смысле победила именно традиция вавилонских и шиф прочтение тары за год вот год год читается тара начинается и заканчивается в течение года все главы 52 главы они читаются если там больше меньше там вместе читает или в ростом неважно но вот за год нужно прочитать весь вид акторы от начала и до конца понедельно понедельным главу они потом были разбиты на недельный глав поэтому этот вавилонский порядок победил и возникает вопрос а собственно когда нам начинать и заканчивать вторую мы можем в любой день года назначить это когда мы вот начнем и когда мы закончим неважно год он по кольцу движется и какое время ты назначишь такое и будет ну и тогда значит наши мудрецы выбирают именно вот этот день день шмини ацерет я думаю что это просто гениальное решение просто гениальное решение потому что мы же говорим что ж меня церет ацерет 8 восстановку это результат всех всего годичного цикла всех праздников этот момент связанные с наиболее близким контактом скажем если можно вообще в эти контакте каком-то между народом и и творцом и тогда наши мудрецы говорят вот как раз это это тот самый день когда держа в руки тару вот это вот непосредственное свидетельство от всевышнего мы будем достигать вот этого две кута этот наиболее близкий контакт и мы будем радоваться всему что происходит и потом есть огромное количество свидетельств текстах и высказываниях наших мудрецов что орай то орай то на на раме скам таро и а мисраэль и народа израиля это одно и то же да также как решить мы говорим берешит решит решит это и еврейский народ и тара и резкий народ называется решит начало и тара называется решит то есть есть в текстах всевозможные намеки четкие ясные что народ израиля и тара это ну очень близкие вещи существу одно и то же по существу одно и то же поэтому когда наши мудрецы сказали действительно очень хорошо тогда мы этот годичный цикл вот в этот день заканчиваем в этот день будем начинать когда такая традиция на самом деле возникает ну конечно гораздо позже чем дарование тары гораздо позже первые свидетельства об этом мы находим в сидуре в сидуре который был такой амрам агаон амрам агаон носит 8 9 век нашей эры один из глав вавилонской ишивы амрам агаон вот в его сидуре молитвеннике который он составил там есть упоминание а вот восьмом последнем не и что в этот день начинается заканчивается годичный цикл чтения тары и что это нужно праздновать и там чуть позже уже возникает понятие симхат тура по существу уже в сидуре раша мы говорим раша сиду раши это уже 11 век нашей эры там уже сказано о празднике этом как праздник симхат тура там уже кое-что описано и прочее а вот все что касается танцев со свитками в руках и даже вот эти самые акафот хождение старой вокруг бимы это еще более поздние традиции уже относится к началу развития каббалы танцы вообще связаны с ария кадош это 16 век нашей эры когда вот уже танцуют просто до этого не не танцевали просто брали в руки тару были вот 14 15 век бы были хождение вокруг бимы то есть мы видим что процесс этот вот празднование вот этого праздника связаны связывается с второй потихонечку начинается он примерно 8 9 веке нашей эры и оформляется он к 16 веку к периоду каббалы цфата 16 век нашей эры то есть вот где-то примерно восемь столетий примерно происходит развитие и фиксирование вот этого вот события и уже тогда после 16 века этот праздник при этом принимает некую устойчивую форму примерно то что мы видим на сегодняшний день то есть все свитки тары изымаются из арона кодыша люди ходят с ними вокруг бимы минимум семь раз и каждая кафа это каждое нахождение это радость это это счастье это это песни потом пляшут держа вот эти тары прижимая к правой стороне груди правой стороне груди то есть это уже вот после 16 века такая традиция она становится плотной но естественно с 16 века до наши дни уже у народа это все стерлась и вот это воспринимается очень важно и сам как самое главное потому что если люди видят как выходит из синагог я в израиле это так со свитками тары и и пляшут на улицах и музыка гремит ну конечно это делает создает впечатление на всех даже на тех кто не ходит синагоги но живет рядом синагог много если из каждой синагоги выйдет там 30 сольной час это карантин и и с радостью и с плясками вот и старой ходят и производит впечатление и это запоминается и таким образом сейчас вот это именно происходит когда мы заканчиваем чтение тары мы читаем последняя глава самая последняя глава называется визота браха и вот это благословение как раз это очень удачно ведь что происходит там муж и благословляет все колено израиля перед смертью а это благословение когда тебе дается благословение ведь благословляется не потому что ты хороший или плохой или сделал что-то хорошее и должен сделать что-то хорошее нет браха это есть браха да это как отец кладет руки на голову своих детей и благословляет их желает счастья удачи успехов энергии мощи здоровья так и здесь муж и рабейну он благословляет все каждое колено израиля каждое колено израиля и тогда вот это благословение это и есть способ прикоснуться ко всевышним это еще один пример того что именно конец чтение тары и визота браха вот благословение мы соприкасаемся смысл праздника ацерет остановки двикут двикут ну вот я пытался вам рассказать примерно о том что будет происходить в эту субботу в эту субботу получается совпадение аж трех событий шаббат до шмини ацерет и симхат тора в галуте когда каждый праздник удваивается да то же меня церет восьмой день он длится два дня 8 9 и тогда симхат тора выпадает на последний день на по существу 9 день ну поскольку у нас праздник лица только один день то только восьмой день вот поэтому три события суббота наш меня церет симхат тора завтра мы зажигаем свечи мы зажигаем две свечи как обычно на субботу и на праздник на симхат тора свечки не зажигают но зато если будет такая возможность как там взять в руки тару и повеселиться это здорово потому что в этот момент года мы как бы действительно своеобразным предстаем перед всевышним и это результат на по существу всего годичного цикла праздников вот я об этом хотел вам рассказать я сейчас посмотрю может быть есть какие-то конкретные вопросы ко мне я тогда смог бы или не смог бы на них ответить сейчас я посмотрю да так все хорошо слышно шалом шалом привет из минска здесь вас там спокойно здрасте 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 география конечно обширная это очень приятно что одномоментно люди в разных концах скажем мира находятся как-то так вместе это это здорово это просто всегда очень вдохновляет владимир семха спасибо и вас также и с наступающим конечно так из пророков там есть автора из книги царств так нет вопросов удивительно но вопросов мне спасибо большое будьте здоровы спасибо я постараюсь ну вот ладно все всего хорошего шаббат шалом вы хак сам и ах будем встречаться дальше всего хорошего пока